11.06 в нашем городе программа мужской понедельник добрый день по традиции в этот день недели вас приветствует николай голиков и владимир сметанин сзади выходные надеюсь что у всех они отлично удачно сложились как выходные николай прекрасно совершенно прекрасно абсолютно прекрасно один день в огороде один день дома но все просто чудесно но еще и еще целый час здесь в студии на программе открывашка с директором кмк ну что касается меня моей семьи тоже выходные хорошо прошли и стабенская земля одарил я твои фоточки облизывался сидел одарила нас огурцами да огурцы там во все пошли идут и знаешь наша советская земля меня тоже огурцами одарила у меня сейчас такой вот мешок это даже у стабенска два ведра малины в общем буйство красок природы очень даже здорово да вот люблю это время года когда уже все начинает поспевать это можно прямо с грядок идти срывать и использовать в приготовлении пищи здорово уже знаешь концу визита уже смотришь уже наклоняться не охота они везде да пользуйтесь пользуйтесь уважаемые горожане знаете что вот сейчас вот как раз время можно чем много нас собирается этих даров природы так что будет свободное время эти же самые выходные впереди пожалуйста добро пожаловать за город в поисках чего-нибудь вкусненького но буйство природы оказывается и продолжается у нас в областном центре вот смотрите в группе вконтакте например ботанического сада читаю буквально новость выложена вчера ближе к полуночи видимо это событие когда не спалось людям они знали что это важно даже мир до лоры она же не спит никогда и вот последняя запись буквально в этой группе впервые все заглавные буквы впервые в ботаническом саду зацвела эйхорния или водяной гиацинт я зашел в википедию почитать что же это за растение такое действительно растет в воде славится тем что способна выбирать в себя энцептициды фенолы фосфаты а также тяжелые металлы я как-то кадми никель и серебро меня дома зацвел гиацинт он конечно очень красивый но запах от него был какой-то не очень благодаря этим свойствам растений часто используют наверно тоже все впитал для очистки очищенных хоз бытовых сточных вод вот так вот на очистных сооружениях можно встретить это растение эту диковину не так не просто так вернее мы заговорили о нашем кировском ботаническом саде потому что в первом части морского понедельника речь как раз таки пойдет о нем ну не совсем скажем о ботаническом саде я думаю все таки будем меньше про гиацинты говорить да а ну да не просто не просто растение арт сад арт сад конечно все помним мероприятие под таким названием которое прошло в июле в июле ведь это было дело да я не помню не прекращаются арт сад уже такой бренд идущий прошло 12 июня 12 июня сюда в день города да простите и вот собственно наши гости наталья поспелого руководителя проекта арт лето в ботаническом саду зам руководителя центра развития авиатского государственного университета кандидат искусствоведения добрый день приветствую вас здравствуйте добрый день ну что мы сегодня договорились поговорить о планах о планах вашей деятельности с участием конечно же горожан в наступающем летнем месяце последнем августе сентябрь тоже затронем давайте еще раз напомним что же за проект такой арт сад арт лето что необычного куда приглашаете и в чем изюминки заключаются всего этого в первую очередь спасибо за возможность сказать о нашем проекте после такого вкусного вступления такой прелюдии я не про растения я конечно про культуру но эти растения тоже природы я сын ведь это на самом деле прекрасно прекрасная гортензия тоже которая была героиней нашего мини проекта в пятницу мы завершили гортензии так скажем период это ее величество гортензия и мастер-класс проводила лариса канина которая даже перебрала регламент она практически два часа вместо часа общалась со своими посетителями с любителями садоводами которые выбрали время в это жаркое жаркое так скажем период покинули свои садовые участки и пришли послушать полил прополол и приехал а тем более дождик был все само полилось да каждому слушателю по так скажем гортензии по трусточку ну что это эксперимент вятского госуниверситета в этом году насытить наполнить ботанический сад культурными событиями в прошлом году мы открылись достаточно поздно где-то числа 10 августа и привлекли огромное количество посетителей что открылись после реконструкции после модернизации и там действительно в прошлом году уже был очень красиво а в этом году еще лучше а будет еще еще лучше так мы надеемся потому что все понимают что сейчас ботанический сад и все проекты которые там проходят они в тренде я тут недавно получила от своей ученицы который путешествует по финляндии такую рекламу blooming garden happy city то есть цветущий сад счастливый город так я назвала свой такой мега проект который вошел в программу развития опорного вятского госуниверситета и с 1906 с 2016 по 20 годы мы реализуем эту программу и вот уже третий год такими этапами этого этого мега проекта являются арт сад это прошлый год в этом году тоже арт сад открытия 2018 12 июня и решили включить арт лето то есть вот такое активное культурное продолжение поэтому практически мы имеем дело с синергетическим эффектом если уж так можно сказать арт сад это проект круглогодичный да арт сад это некая арт лето это все таки как раз таки на теплое время на теплое время года арт сад это некая форма арт лето это процессуальность в форме то есть практически арт сад мы считаем такой территории где можно и нужно реализовывать проекты связанные с видами искусства с литературой ну и конечно же с мастер классами которых в этот сезон очень так скажем значительное место здесь кстати сталкиваются инициативы и собственно дирекции ботанического сада который непосредственно отвечает за редкие и нередкие коллекции растений ну собственно за сад как таковой так скажем такой ресурс и наша инициатива вот именно такая гуманитарная инициатива в общем смесь природы да и мы начиная с 12 июня и творчество практически вот целый июль июль месяц активно конец июня и июль активно работали с горожанами с гостями города я лично слышала и слушала все то что там происходило отвечала за это и надо сказать очень везло даже с дождем если только он начинался то он тут же прекращался а расскажите подруги наталья иногородних иногородних жителей других городов вы как в арт в ботанический сад привлекаете и как вы их там отличаете от наших разговаривают 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 не но если он чисто на английском шпалит это понятно не местный ну давайте умерим свои амбиции ну почему вы нет язык пока мы еще мы экспериментируем еще раз повторяем мы в эксперименте я потом еще могу пояснить почему я так считаю просто люди подходят и говорят спасибо вот кратко я начинаю вступать в коммуникацию спрашиваю а кто вы откуда ну вот так мы узнаем друг друга у нас было время а как попадают-то они как узнают а том что такое уникальное уникальное пространство я думаю что есть все-таки информационные стенды и центры и в нашем городе тоже да и соцсети в конце концов где постоянно присутствуют информируют о том что в городе есть ботанический сад может быть не все знают что ботанический сад это территория дело даже не в том что информируют что есть сады это есть в принципе в многих городах Дело в том, что он работает, именно активно работает, и работает именно с таким культурным наполнением. Вот это вот у многих людей. И это не скучно, это интересно. Это не только развитие программы личности. Это интересно, любой человек хотя бы один раз для себя что-то найдет. Конечно, мы стараемся разнообразить. Это заметно. Вот я не знаю, я не мониторила их мнение, но пока они приезжают, попадают в этот сад, видимо, проездом не первый раз в городе Кирове, ну, северяне, например, они заходят в этот сад, определена стоимость сада, вернее, входа в сад. И определена... А давайте напомним, сколько сейчас? 80 рублей. Вход, погулять. А, погулять. Ну, погулять там можно с 8 до 17 часов, то есть до 19 часов. Представляете? Погулять. Прийти и просто отключиться в этом райском уголке. Наш эксперимент заключается в том, что мы решили коммерциализировать свои мини-проекты, которыми наполняем вот эту процессуальную временную линию летнего отдыха и летних мероприятий культурных. То есть вход на проект плюс погулять стоит 250 рублей. Это действительно эксперимент. Потому что в прошлом году, я уже говорила о том, что мы открылись достаточно поздно, но мы все-таки захватили даже сентябрь. Мы проводили там лекции культурологические. Я сама там выступала с музыкальной темой. И по количеству людей где-то так не больше, не меньше. Это все было как бы бесплатно. Но все-таки вложения интеллектуальные у наших профессоров, преподавателей, в общем, серьезные достаточно. Мы такую прививку в этом году решили сделать и посмотреть по итогам августа, еще и сентября, сколько мы заработаем, сколько людей выразило интерес. Промониторим впечатление, дорого это, недорого, доступно, недоступно. Сколько людей ушло из-за того, что мы поставили такую стоимость входа. Ну а пока-то впечатление такое вот как-то. Не сократился поток интересующихся? Нет, но выясняется. Ну просто впечатление, да. То есть я не говорю о цифрах, я просто на вас знаю. Единственное, что вот мастер-класс, который мы запустили в июле, он оказался преждевременным, потому что действительно люди в садах, в огородах. А вот уже конец июля, я упомянула в начале своего рассказа про Ларису Канину и пятницу, прошедшую 27 июля. Там уже было побольше людей. И мы понимаем, что их будет все больше и больше по мере того, как люди будут понимать, что надо готовить сад к зиме, к следующему сезону. И нужны профессиональные такие рекомендации. И мы их предлагаем. В общем, своевременно вы, да. То есть как бы просто согласовать график. Мы очень мобильно, да, конечно, реагируем на пожелания людей, которые там просто гуляют. Ну, гуляет много, правда, людей. Когда идет мастер-класс или идет музыкальный вечер, лекция, поэтический вечер, люди гуляют, могут задержаться, могут пройти. Просто они не на проект пришли. Мы никого не выгоняем. Мы всех доброжелательно привечаем. И на самом деле на фоне такой красоты, прежде всего, цветочной и ухоженности сада, искусство на самом деле расцветает. Люди становятся довольными, уходят довольными. А что нужно для города, который хочет быть счастливым и успешным? Такой небольшой экскурс уже по сделанному. Мы прошлись в нашем Ботаническом саду. Напоминаем, что у нас в гостях Наталья Поспелова, руководитель проекта «Арт-лета» в Ботаническом саду. Сейчас у нас будет небольшая пауза. Видимо, мы будем уже говорить о будущем. О планах. О планах на август в первую очередь. Итак, давайте продолжим наше общение. Сейчас конкретная информация для слушателей, когда можно прийти в Ботанический сад, какие мероприятия. Да, мы говорим именно о Ботаническом саде, да, напомните. Карла Маркса, 95, напоминаю, да. Адрес непосредственный. Продолжаем. Продолжаем, да. Теперь немножко в будущее, так сказать. В ближайшее. Можно уже сказать, наверное, скоро осень. За окнами августа. Да не надо так говорить. И, кстати, надо предупредить, что эта информация еще пока нигде не напечатана. Это насчет того, что скоро осень? Нет. Насчет того, о чем мы сейчас будем говорить. Презентовать мероприятие различное в Ботаническом саду. Только после нашего эфира она появится. Да, то внимательно наслушайте. Да. Вот передо мной календарь. 1 августа. Будет мастер-класс. Вкусный и здоровый урожай томата. 1 августа. Это у нас уже среда, получается. Среда, послезавтра. И поведет сотрудник научно-производственной фирмы Агро-7 Томс Николай Барышев. У него, кстати, будет несколько мастер-классов. Они представлены. Не только про томаты. Ну вот 1 августа. Уже пора задуматься. Время томатов и яблот. Базарное время. С этим томатом. Как за ним ухаживать. Вот в период, когда он плодоносит и реально дает урожай. Параллельно будут рецепты. Как приготовить. Ну и как ухаживать. Он же по рецептам-то будет, да? То есть он такой широкого. Нет, жену приведет. Ну как-то обычно все-таки. Ну женщины. Это дело автора. Я пока не в курсе, да? Да, не в курсе. Возможно, неожиданность. В котором часу начала, мы не сказали. Начало 17 часов. 17 часов. Конечно, время как бы такое дедлайновое, когда заканчивается работа, оно стыкуется с началом лекции, ну кто-то припоздает, ничего страшного, заглянет на этот мастер-класс. А вот 2 августа состоится экскурсия истории ботанического сада в Лицах, которую проведет кандидат к культурологии, доцент Светлана Дождевых, преподаватель кафедры культурологии, социологии и фенософии. Светлана Дождевых у нас была в программе открывашка, между прочим. Просто вопрос такой в лицах, то есть где-то будут появляться какие-то статуи, картины. Нет, будет рассказ. Но, видимо, лица в том числе тех, с кем связана история ботанического сада, а годом основания, напомню, 1912, считается, историк ботанического сада. Кстати, мне кажется, будет уместная ремарка про то, что не каждый университет имеет ботанический сад. Из полутора тысяч, наверное, вузов на сегодняшний день, 92-3 вуза имеют ботанические сады. И наш ботанический сад на хорошем счету, и даже те люди, которые бывали, например, в таком пафосном ботаническом саду, как аптекарский огород в МГУ, говорят о том, что наш более уютный и компактный. Тем более он открывает каскад оврагов, которые потом уведут к реке, и через дорогу уже там общественное пространство бесплатное, абсолютное и беспроектное. В общем, основатель сада господин Истомин удачно выбрал место. Удачно выбрал место. До сих пор хвалим. Ну, и она еще прочитает ту же самую лекцию 8 августа. Это вот в Лицах, да, история сада в Лицах? И про 9 августа могу сказать, если не против. У Светланы, кстати, время, она попросила 18 часов, 18-19, то есть до момента закрытия. Удобное время, собственно, да. И у нее, кстати, есть своя аудитория. Вот что формируется на нашем проекте. Те, кто побывал, допустим, на открытии, акция открытия, правильно вы сказали, называлась Артсад. То есть мы представили жизнь искусства такого современного и традиционного в пространстве ботанического сада. Там появились люди, которые просили еще, так скажем, ее лекции, ее экскурсии. Ну и повелось, что Светлана стала одним из таких постоянных экскурсоводов этого сада. С удовольствием она делает, мы с ней согласовали все даты. И то, что люди откликаются уже на конкретных людей, личности, у нас же богатый потенциал в нашем университете, это очень ценно. И это тоже будет результатом, который мы, наверное, подведем, может быть, и вместе с вами по окончании сезона в сентябре уже. Значит, 9 августа, 17 часов. Мастер-класс в Остриковой Ольге, садовод и ботанического сада на тему особенностей выращивания и размножения ирисов. Все про цветы. Ирисы — это такой благородный цветок. — Видите, уже проблематика заявленного названия. — Особенность. — Из чего можно сделать? Ну, что не так-то просто ирисы вырастить. — Ну, я думаю, те, кто занимается выращиванием цветов, прекрасно знают, какой это труд. И сколько там всяких маленьких хитростей. — И что интересно, вот позапрошлый год мы начинали с Ольгой Николаевной, я тоже попросила ее выступить в этой роли. Она, ну как же, я просто садовод, какой же я лектор. Я говорю, у вас все получится, и на самом деле пришло очень много людей. Но это был позапрошлый год, первый год вхождения в ботанический сад, еще до реконструкции. И практически она показывала, она и рассказывала, и показывала людям, как что делать. Вот это очень ценно. Не просто теория, которую мы можем рассказать. — Нет, ну если мастер-класс, то это хоть полагается, какая-то практическая часть такая очень. — Все это показано, опять-таки, на конкретных, как сказать, растениях, в конкретных наших климатических условиях. И вот именно эти особенности, она... — Это, кстати, на самом деле очень важно. Потому что в книжках пишут обычно про центральную полосу растения. — Кстати, я давно понял, что садоводы — это уникальная такая категория людей в том плане, что они всегда открыты к новым знаниям. Вот ни один садовод, наверное, не может сказать, я знаю все, я все умею там за годы. Они все равно вот... — Наоборот. — Жажда новых знаний и умений у них всегда есть. — Они все время смотрят соседу за забором и смотрят, что у него там такое, чего нет у меня, и как это он так смог сделать. — А вот этот отросточек у себя там... — А вот этот обмен, там всякие возможности с семенами, там побегами, это вообще что-то такое. — Бесконечный про свой мир такой. — Это целая субкультура, на мой взгляд, потому что вот среди этого сообщества даже есть мода на какие-то растения и прочее. — А это тоже, да, волнами идет, волнами идет. — Вот в третий раз я, наверное, сейчас возвращаюсь к пятнице, 27 июля, когда разговор шел про гортензию, я видела свадебную пару, и невеста держала не традиционные белые или там другого цвета розы, а гортензию, белую гортензию. Вот мода появилась на этот цветок в то время, когда в 2011 году гортензия была объявлена цветком года. Вот знаете, у нас есть человек года, птица года, цветок года. Наверное, это началась, вот эта мода на цветок. Поэтому когда-нибудь, наверное, она и уйдет, что-то появится новое. — Так, давайте дальше, у нас уже середина программы, а мы еще только на начале августа еще. — 15 августа. Пора обрабатывать садовые кустарники. — Это тема? — Это тоже тема. Старшего преподавателя Елены Леликовой. С 17 до 18. С 16 августа у нас музыкальный вечер. Квартет Николая Донецкого будет выступать с традиционным джазом. — Кто такой Николай Донецкий? Мы совершенно неизвестные музыканты. — Заезжий музыкант. — Столько-то целуюсь с трубою. — Эль Танго, Николай Донецкий, конечно, знает. — Да, Эль Танго есть разные комбинации состава, поэтому он представит этот коллектив как квартет Николая Донецкого. С 19 до 21 часа. — О, ну вполне. — Это какого часа? — 16. — Это 16. — А где неделя у нас получается? — А сейчас посмотрю. — Ой, это будет понедельник, кстати. — А, нет. — Какой понедельник? — Нет, подождите, смотрю, август, август. Это будет четверг. — Вот это нормально. — Это будет четверг. — Какая музыка в понедельник? — С 19 до 21. — Внимание. Я сейчас перескочу через одно событие. А вот 19-го... — Потом подробнее на нем, да? — Джаз Мансарта. — То есть у нас получается такой музыкальный блок формируется. Почему? Потому что в июле был один такой... Нет, два. Был в июне один вечер, и в июле Джаз Мансарта выступал, и люди просили побольше музыкальных вечеров. Вот видите, как горожане откликнулись? Это очень любопытно. — Но я думаю, что это музыкальное направление будет, наверное, одно из ключевых, одно из основных в рамках проекта «Артсад», конечно, да. — Вот это будет 19-го числа «Дни романтики» в Ботаническом саду, так я назвала их выступления. — А, ну да, там же «Дни романтики». — Ну и они совпадают. Где-то близко будут, где-то 23-го числа с гриновскими днями. А 18-го августа, это событие, к которому я возвращаюсь, к тому, что я проскочил, осенняя заправка грядок к урожаю следующего года. У нас, видите, то поэтично, то прозаично. — Нет, ну, с другой стороны, если грядки не заправить, там никаких цветов нет. — Будет мастер-класс Барышева, Николай Барышева. 23-го августа. Лекции «Путешествия» с теляги на вятке. Были или не были? Догадайтесь, с одного раза. — Были. — Я даже могу сказать, кто будет читать лекции. — Кто будет читать? — Евгений Альбертович. — Евгений Альбертович Пятунин. — Он их, наверное, даже немножко застал краем. — Напоминаю, что в программе «Сделано вятке» неоднократно мы, в том числе, этой темой касались. Можете архив программы переслушать на сайте Ахкирова.ру. — О кировских стеляках мы говорили. — Да, да. Вот, видите, это уже будет просто лекция, презентация, рассказ. У нас, кстати... — А он не в костюме стеляги придет, такой, Евгений Альбертович? — Ну... — По-моему, Евгений Альбертович вполне может. — Не знаю, он человек творческий, может все себе позволить. — Ты же бы размерчик подошел. — Да, у нас есть такая площадка, вот, в верхней части, которая подходит Карлу Либнихту, она достаточно такая удобная и универсальная для проведения танцингов и вечеров, и лекций. — Я думаю, там, музыкальное погружение там тоже должно быть. — По идее должно быть. — По идее, да, музыка. — Он обещал. — Он обещал сюрпризы. — Это должно быть. — Не только музыка, но еще и та техника, которая, собственно, воспроизводила... — Что, что, а техника у него точно есть. — Да. Евгений Альбертович возглавляет, напоминаю, в том числе, музей. — Да, заведующий музеем. — Музей Венского госуниверситета. — Мы же сделаем маленькую паузу сейчас. — Да, конечно, реклама у нас. Наталья Поспелова, руководитель проекта «Арт лета» в ботаническом саду, собственно, о жизни ботанического сада, о том, что там происходит и будет происходить в последний летний месяц, и в сентябре мы тоже затронем через полторы минуты. — Продолжаем наш разговор про наш прекрасный ботанический сад нашего опорного вуза. — Да не нашего, он наш, он наш. — Опорный вуз оператор ботанического сада, вот так уточним. — Ну, это уже в частности. — Хорошо. — Хорошо, нашего ботанического сада, прекрасного, и о том наполнении культурном, и не только культурном, но и очень практичном, которое вот мы ожидаем увидеть там, услышать там в августе и в сентябре. — И рассказывает нам об этом Наталья Поспелова, руководитель проекта «Арт лета» в ботаническом саду. Звучит-то хорошо, конечно. Да, и в этом году правда ведь «Арт лета»? — Да, да. — Состоялось. — Напоминаю, что планы, планы, вот у нас сейчас звучат впервые, впервые в эфире, в эфире после сегодняшней программы, они обязательно появятся и на сайте нашего опорного университета, и в группе ВКонтакте. — И еще на сайте газеты «Источник новостей». — Источник новостей. — Ну, уже только после нашего эфира. — Только сайте или непосредственно? — А вот это я не уточнил. — Ну, на сайте точно. — На сайте точно. — Продолжаем, да. — Напомню, два музыкальных мероприятия, о которых мы вот до перерыва рассказали. 16-е и 19-е число, да, Николай Донецкий, квартет, и джаз-мансард 19-го, и вот «Стиляги», напомните. — Между ними, да, тоже так немножко с музыкой связана. — «Стиляги», напомните, Наталью. — 23 августа. — 23 августа. — 23 августа. — 17 часов. — 17 часов. Евгений Альбертович Петунин, наш постоянный автор, наш постоянный участник нашей программы, будет и штатный сотрудник АВГО завестить следующий день. — Ну, кстати, мы там почему-то подумали, предположили, Евгений Альбертович придет ли как «Стиляга» одет, а почему бы и посетителям, собственно. — Кстати, да, почему бы. — Ой, кому не «Стиляги» достать, да, если вот остались они. — Так что открывайте сундуки. — Время есть. — Те, кто помнит, что такое «Стиляги», и пожалуйста, да. — Я продолжу. — Конечно. — У меня осталось 30 августа, но в этот день будет два мероприятия, и они будут проходить параллельно. Вот тоже эксперимент. — На двух площадках? — Да, на разных площадках, да. Мы запараллелили два разных мероприятия. Один — мастер-класс, а другое — это, можно сказать, ну, такое культурное мероприятие. Захар Шашин, кандидат философских наук, большой поклонник восточной культуры, будет проводить практикум «Чай как радость жизни». У него уже было несколько практикумов, и люди приходили, он рассказывал и угощал различными сортами чая. — То есть, в том числе, и чайная церемония это будет, да? — Это будет чайная церемония, да, это будет демонстрация, как это готовить, и что это означает, и уход в историю чая, в современность, в какие-то клубные даже. — Если уходить в историю чая, то выйти можно обратно через неделю, там минимум. — Ну, экскурс, это же пунктирно, так скажем. Пить чай просто, ну, непросто, когда пьёшь чай правильно завалить. — Наталья Ивановна, вот это будет чайная вещь, а вы говорите, параллельно будет мастер-класс. А что за мастер-класс-то будет? — Я, значит, про Захара сказала, чай как радость жизни, а мастер-класс 17 часов. Вкусный и здоровый урожай томатов. — То есть повторение. — Томаты как радость жизни. — Да. — Томаты как радость жизни. — Да, повторение будет. — То есть томаты с чаем будут. — Для тех, кто действительно 30 августа уже закончил основные какие-то работы по саду, по огороду, могут прийти в 17 часов. Оба мероприятия состоятся. — Это будет четверг, я смотрю, тоже на календарь. — Да, вполне нормальный день или лето. — Замечательно. Вы меня так хорошо дополняете, потому что у меня вот календаря перед собой нет, день недели не обозначен. Хотя у нас в календаре, в афише всё там будет. Ну что, август завершаем. — Насыщенный довольно-таки август. — Завершаем август. — Хорошо, да. — И полезный, и интересный. — Я должна сказать только ещё об одном, переходя на небольшое количество мероприятий в сентябре. В ботаническом саду запланированы на август и сентябрь обзорные экскурсии по ботаническому саду. Обзорные. Вот с маршрутами. — То есть не просто погулять, да? — Не просто погулять. — Не просто погулять, а ещё вот с рассказом. — Скажут, вот с кустик этого ботанического сада. По определённым маршрутам с определёнными, опять-таки, лекторами по афише будет опозначено и 18, и 22 августа, и 1, и 29 августа, и 15, 26, 5, 9, 22 сентября. — Вопрос такой. Смотрите, вот эти экскурсии обзорные, это просто в индивидуальном порядке подходишь к определённому времени, или как? — Обзорные экскурсии оказались востребованными среди учреждений образования, начиная даже с детских садов, школ, санатории. Группы звонят непосредственно в дирекцию ботанического сада, в кассу, и задают вопрос, можно организовать экскурсию? Да, у нас экскурсии вот намечаются ближайшие, такие, такие. Если есть отдельная специальная группа, то для неё, конечно же, отдельное время. — Нет, а вот в эти экскурсии попасть, надо как-то регистрироваться заранее, записываться, или просто прийти в определённое время, да? — Нет, просто прийти, конечно, конечно. — А давайте я озвучу номер телефона, чтобы быть полезным нашим слушателям. Пожалуйста, Карла Маркса, 95, ботанический сад, напоминаю, 64 05 00. 64 05 00. — Всё правильно он сказал? — Всё правильно. — Всё правильно, потому что вы в разные смотрите источники. — Да, я смотрю в группе ВКонтакте, как говорится. — Это вот обзорные экскурсии, понимаете? Именно по ботаническому саду, по растениям, потому что там какие коллекции находятся. И, наконец, сентябрь. — Сентябрь. — Сентябрь. — Сентябрь уж наступил, октябрь уж наступил. И так 12 раз в год было. — Ну, я думаю, что все понимают, сентябрь — это начало учебного года. Университет уже ориентируется на учебный процесс. И у нас в сентябре остаются мастер-классы. Вот они как раз будут более актуальны. — Музыки не будет в сентябре уже? — Если будет погода. Я потом скажу ремарку опять-таки, что не будет или будет. Я просто по порядку. — Да-да-да, 5 минут у нас есть. — 4 сентября. Все с 17 часов. Мастер-класс «Особенности посадки озимого чеснока». 11 сентября, 17. Готовим сад к зиме. 27-е, конец сентября. Подготовка роз к зиме. Потому что розарии очень интересные, красивые. В ботаническом саду там большой опыт ухода за розами в наших климатическом. Вот такие три мастер-класса. Что касается вопросов, а что, ничего другого не будет. Будет, если будут предложения. — Предложения? — Да, со стороны наших посетителей. Мы опять-таки будем анализировать в течение августа. И со стороны инициативных наших, и музыкальных групп, и лекторов-преподавателей Вятского госуниверситета. — А куда с предложениями можно выйти? — Да, немаловажный вопрос. — У нас с Владимиром появилась, например, идея, куда мы с ней. — Служебный телефон. — Не, но мы Наталье Ивановне можем позвонить. — Да. — Я понимаю. — К примеру. — Служебный телефон Центра развития, который занимается социокультурными проектами. Мы не только этим проектом занимаемся. Он получается пока сезонным. Это 74-24-45. — 74-24-45. Человек позвонит, и что ему говорить? — Если у него есть какие-то предложения, идеи. — Так и говорить, у меня есть предложение. По ботаническому саду. — Я бы хотел провести у вас мастер-класс по выращиванию того-то и того-то и того-то. — В период сентября я бы хотел привести группу ДДТ. Возможно ли, там, вам согласны. — Здрасте, я Юра Шевчук. Я хочу приехать в ботаническом саду. — Мы скажем, что, увы, нет таких условий. — А вы ему Юрий Юлиановичу? — Конечно же, мы его ждем. — Почему? Он может маленький акустический концертик сделать? — Конечно. — Ладно. — Спрос рождает предложение. — То есть Шевчуку можно телефончик кинуть, да? — Да, можно. — Ну а что, сейчас на сайт зайдем и организатору кинем туда. — Ну, может быть, квартет у Николая Донецкого понравится. И, может быть, он Эль Танго уже в сентябре. — У Николая Донецкого есть и Эль Танго, есть и дуэты, есть еще что-то. У него уже много форматов. — Может показать посетителям. — Тут, конечно, вот еще бы канцелярия небесная распорядилась. — Да, мы зависим от погоды. Потому что опыт показал, в том числе, еще раз повторяю, мой личный, когда я читала лекцию про Стравинского, что и холод приходит, неудобно, некомфортно сидеть, и дождь. Но, кстати, с дождем интересные такие истории могу рассказать. В день открытия, когда мы реализовывали акцию Артсад, 12 июня, у нас было официальное открытие получасовое. И в самом-самом конце, когда уже голуби по сценарию выпускали в мир бесконечности, как символ созидания, дружбы, мира, любви, начался дождь. — Понимаете? И никто не ушел. Открыли все зонтики, видимо, как чувствовали, как готовились. Потому что в этот день уже был такой прогноз. И только ничего не поменялось, ничего не изменилось. И даже дождь нам в радость. — Будет ли, Наталья Ивановна, какое-то завершающее сезонное мероприятие в сентябре? Планируете уже? — Честно говоря, не планирую. — Вот тогда предложение уже. — Позвони по телефону 74-24-45 и предложи провести доброе мероприятие. — Предлагаю в сентябре сделать какой-то грандиозный завершающий сезон мероприятие в Ботаническом саду. — Надо подумать, Владимир. — С приглашением музыкальных коллективов. Худвожники у вас там были, худвожников пригласить. Опять же, ориентироваться на погоду, чтобы это были солнечные выходные, к примеру, почему бы и нет. — Ну, предварительный прогноз всегда есть. — Осенний павлок, когда вот уже эта природа такой покроется. Вот такое предложение. — Немножечко так с климатологами пообщаться и прогнозы послушать. — Мы-то вообще хотим сделать ботанический сад такой круглосуточной площадкой. — Круглосуточной? — Да, ой, извините. — Круглогодичной. — Круглогодичной, спасибо, да. — Потому что вот как раз новости ты ночью тоже читал. Да, видимо, там уже начинается работа. — Я немножко с вами расслабилась. — Круглогодичной. — Нет, ну это вы понимаете, ведь вы сказали, что вам на самом деле хочется. — Потому что там у входной группы появилось такое помещение уже удобное для проведения встреч в закрытом пространстве, для практики наших студентов и, возможно, школьников, для такого рода камерных встреч. Может быть, что-то там и получится. Во всяком случае, будем исследовать, будем мониторить ситуацию и подведем, безусловно, итоги. Это первое нашего лета, арт-лето в 2018 году. И проанализируем все предложения. Это обязательно. И хотелось, чтобы наш ботанический сад был любимым, оставался любимым местом отдыха горожан и их развития. — Спасибо большое, Наталья Басвелова, руководитель проекта «Арт-лета» в ботаническом саду, замруководителя Центра развития Авиатского госуниверситета, кандидат искусствоведения. Еще раз напоминаю, номер телефона центра как раз-таки, да, 742445. Предложения по поводу того, чем можно наполнить жизнь. — И хотелось бы напомнить, что вскоре после нашей беседы на сайте нашего университета, на сайте «Эхо», на сайте источника новостей, в социальных сетях появится программа работы на август и на сентябрь. — Спасибо большое. — Спасибо вам. — Традиционные новости у нас буквально через несколько секунд. Далее тематические программы и уже новая тема после 12.05. Продолжение следует...